Первое в этом году заседание Фокинского женсовета состоялось на днях в администрации городского округа. Активистки общественного движения подвели итоги прошлого года, наметили планы на будущее. В обсуждении важных дел принимало участие депутат Законодательного собрания Приморского края Виктория Николаева. Заседание женсовета прошло в теплой дружеской обстановке. За круглым столом собрались женщины с активной жизненной позицией, неравнодушные к тому, что происходит вокруг, готовые приложить свои слабые женские силы с тем, чтобы изменить окружающий мир к лучшему. Активисты подводили итоги прошедшего года, строили планы на будущее. Первое, о чем мы подводили сегодня итог, это проведение Доброй Ёлки. В Фокина стартовала эта акция у нас в декабре. Мы ее старались освещать на телевидении и в газете. И сегодня на женсовет мы пригласили 10 предпринимателей, которые активно поучаствовали в этой акции. Конечно, им огромное спасибо, мы вручили благодарственные письма, нам было очень приятно, что они откликнулись, что они нас поняли. И то, что мы сумели сделать 227 подарков для наших деток. Общественная организация женсовет существует в данном формате всего второй год. Однако на счету Совета инициативных женщин уже немало добрых дел и ярких событий. Широкий отклик среди старшего поколения вызвала инициатива актива по обучению пенсионеру основам компьютерной грамотности. Учитывая резонанс, решено в дальнейшем продолжить данную работу. Уже в Дунае класс отучился, я посещала этот класс и могу сказать, что очень важная работа, очень нужная работа. И уже в Дунае очень большая очередь на то, чтобы учиться. С 20 февраля в Дунае начинает новый класс обучаться компьютерной грамотности. Это возрастные люди, которые рьяно хотят знать, что такое компьютер, что такое социальные сети и вообще о чем говорят их внуки. Как оказалось, хорошими делами вполне можно прославиться. Горожанам запомнилось празднование Масленицы в прошлом году благодаря активному участию в организации проведения праздника активисток Фокинского женсовета. Зажигательное, музыкальное, яркое шоу с их участием, веселые песни, хороводы, обильное угощение традиционными блинами никого не оставили равнодушным. Народ пошел там, где весело, там, где интересно, там, где нет цензуры и там, где мы действительно сами создаем себе настроение. Понимаете? И поэтому народ потянулся-то сюда, а дети остались возле спутника. Масленицу в этом году решили проводить на двух площадках – в Центральном городском парке и на украинском подворье Марии Зварыч. На заседании Совета обсудили организационные моменты праздника. Женщины вносили свои предложения по красочному оформлению места проведения народного гуляния, музыкальному сопровождению, организации конкурсов, праздничного стола с самоваром и угощением для всего честного народа. Если мы сейчас все-таки выбираем с вами площадку, где проводили перед этим, плюсов очень много. Но есть и минусы. Я всегда говорю, что у любого мероприятия есть как одна сторона, так и другая. Во-первых, музыка. Действительно, Светлана Александровна правильно говорит. Даже если мы… Ну, вопрос, где взять достаточное количество первого либо проводов, либо того, кто колонки, то есть, ну, каким образом это сделать. При обсуждении плана проведения праздника за основу приняли опыт прошлого года с учетом промахов и недочетов, интересных находок и оригинальных идей. В проводах нынешней зимы решили участвовать объединенно с привлечением творческих коллективов Центра культуры и искусства «Спутник» и использованием потенциала общественной организации. В прошлом году очень интересно и красиво, так прям душевно получилось, что женсовет был возле башенки нашей. Я думаю, что в этом году можно или на том месте, или же, во-первых, во времени определимся. У нас в час начинается масленица. Во сколько мы начинаем ее вместе с вами проводить, давайте определимся. Мы предоставили вам столы, стулья, звук, чтобы вот этот организационный момент мы взяли на себя. Наиболее приятным моментом встречи стало награждение лидеров общественного движения грамотами и благодарственными письмами. Подарки вручили также именинникам. В их адрес прозвучали теплые проникновенные слова признательности и уважения. Вы самые добрые и искренние слова. Вы такая замечательная женщина. Вы особенный человек особенной доброты, особенной чуткости. Столько же вам. 50 тысяч и пять. Я считаю, что всегда женщины должны согревать какие-то теплые вещи, штучки маленькие. Поэтому от меня вам... Общая фотография на памятник. Завершила первое в этом году заседание городского женсовета. Девизом нового сезона активистки выбрали мудрую истину. Если взяться за проблему всем миром, то можно разрешить даже самую сложную.